Здравствуйте, друзья! Приехал гость к Владиславу Чистюкову потренироваться с прививками. Такого большого опыта нет, но хочется научиться этому делу. Я поддержу сейчас Михаила. Всем здравствуйте! Сегодня хороший погожий денёк, хотя ночью было ноль. Но сейчас днём уже на солнышке. Ну, я так думаю, градусов 12-15 было. Сейчас я вам покажу, где мы прививать не будем. Сейчас вот я камеру убираю. Здесь у нас есть очень толстый побег, так называемый жировик. Мы его сейчас уберём. Это у меня сорт непонятный какой. Садился с расчётом из-за того, что будет на него когда-то что-то прививаться. Но сам по себе его трос почти практически не поливался. Вот здесь сейчас обрежем, чтобы Михаилу не мешало вот эту палочку. Вот видите, какая она. Сейчас я вам попробую показать, если она войдёт в объектив. Видите? Так, так. Вот она палочка. Вот она очень-очень длинная. Ну, грубо говоря, метр с лишним. Мы сейчас сторонку просто уберём. Потом, может быть, это и приткнуть можно. Помягче, если землю найдём. Но пока она нам не нужна. А Михаил сейчас по своему усмотрению, вот у него я сейчас наведу, сюда вот в объектив показываю. Вот у него в руках сейчас такой-то он мощный привёз побег срезанный уже со своего участка Перулы. Когда-то эта Перула уезжала из Туапсе в Краснодар. Но в прошлом году у меня Перула погибла. Вот он попросил, привёз мне веточку и два укоренённых черенка ещё в горшочках. И вот эту веточку сейчас он будет пытаться привить вот на этот кустик. Вот там, видите, я уже... Сейчас я вам покажу. Уже пробирковал. Перула написано. И вот сейчас мы лишнее просто уберём веточки, которые Михаил будет сам убирать. Я не буду ничего ему подсказывать. Пусть сам выберет, какая толщина. Как ты хочешь Михаила прививать? Щитком. Щитком будет прививать. Но потом я вам покажу, как ещё помимо щитка можно привить индюк. Вот давай... Я просто сейчас буду показывать, чтобы наши однокрупники видели, где вы будете сейчас резать. Подождите, не спешите. И почему вы здесь будете резать? Объясните. Мне кажется, надо сделать прививку тут. Так. И лишний побег убрать, чтобы именно питание шло напротив. Режьте, где этот, считаете, нужно. Режьте, режьте, ничего страшного. Так, убираем. В сторону лишнюю. И по мне вот в этом месте где-то как раз сделать прививочку. Михаил, вот задам сейчас вопрос. А вот чтобы эта ветка вам сейчас не мешала прививать, что бы вы сейчас сделали? Ваш шаг. Вот это положите. Вам пока просто не нужно? Пусть пока положит. Я думаю, ее тоже надо отрезать. Где? Вот, ну, примерно вот так вот я бы. Режьте. Как считаете, нужен, так и режьте. Меня пока не спрашивайте. Потому что наши однокрупники, наши однокрупники, в конечном итоге оценят то, что вы делали. И, может быть, кто-то вам подскажет, или не только вам, а и остальным членам группы, как бы они сделали прививку. То есть, каким, в каком месте и как они бы это делали. Сейчас я вам еще покажу сразу, чтобы не мешало, Михаил, я вам советую вот здесь вот, эту веточку обрезать, чтобы, опять же, не мешало. Сделайте так, чтобы вам не мешало. Так, чтобы тоже место для прививки было. Так, и дальше, что вы хотели, можно сделать, тут было. Я думаю, что вот здесь вот надо обрезать. Ну, режьте, режьте, ничего страшного. И вот смотрите, что получается. Так, здесь тоже эту ветку режьте. Сейчас подождите, я покажу. Вот здесь у нас есть веточка, она вам почти снизу от земли растет. Сейчас Михаил обрежет. Где вы дерезать будете? Наверное, тоже вот так. Не, не, чуть покороче. Да, вот здесь вот можно взять. И это тоже, да? Вот смотрите, я сейчас объясню нашим зрителям. Сейчас я увеличение сделаю. Вот смотрите, здесь вот почка есть. Здесь ее оставляем, а прививку можно вот на этом участке делать. Вот он, 4-5 сантиметров. А вот это для прививки можно оставить веточку. Я потом покажу, как это сделать. Но после того, как Михаил делает прививку. Вот здесь я сейчас сам обрезаю. Оставим вот эту веточку, тоже можно использовать для прививки. То есть вот здесь прививочка будет и здесь. Так, Михаил, а счет его здесь не закончил. Вот здесь не закончили. Вот в этом месте. Как еще обрезать можно? В каком месте? Ну, наверное, может вот так оставить тоже. Орежьте ниже. Здесь вот где-то орешки. Орежьте, не смешивайтесь. Этот куст у нас, сами знаете, малоценный. То есть тут жалеть нечего. В сторону убираем. Мне осталось вот эти две ветки. Как вот вы считаете? Сейчас я подождите. Наведу, покажу. Так, это уменьшаем. Вот две веточки у вас. Как вы считаете? Ну, наверное, вот где-то вот. Режьте. Режьте как считаете нужным. И... Режьте. Что получается? Вы себе создали комфортные условия для работы. Согласны? Да. Вам сейчас ничего не мешает. То есть вы можете... В любом месте. К любой веточке подойти, которая вам интересна и где вам легче это сделать. И привить, да? И прививать. Каким способом вы решили щитком прививать? Щитком, да. Ну, у меня был, скажу сразу, небольшой опыт. То есть я в прошлом году немножко практиковался. Ну, так скажу, для первого раза, наверное, неплохо. Но в процентном соотношении, наверное, ну, может 30% прививок удачных было. Не больше. Это нормально. Потому что все с этого начинают. Ни у кого не бывает. 80, 90, 100. И наши уважаемые одногруппники. Когда вы видите в интернете, что кто-то начинает давать такую информацию, что значит у него 100% всегда укоренение проходит, 100% прививок. Просто игнорируйте эти сообщения. И относитесь к большой доле скептизма. Таким вот сообщением. Почему? Потому что в черенках, что мы вот, и в щитках, которые сейчас прививать будет Михаил, питательные вещества распределяются неравномерно. То есть в каких-то будет черенках или почках их больше, в каких-то меньше. И вот в каких-то меньше, те обычно плохо укореняются, не приживаются. И в этом страшного ничего нет. К этому относиться надо спокойно. То есть это не вы, не ваши кривые ручки, не вы плохо сделали работу. А это уже изначально был материал, ну скажем так, непригодный к воспроизводству новых растений. Ну я бы такое маленькое сступление сделал. Сейчас перейдем к крививкам конкретно. С какого вы начнете? Ну я возьму потолще, потому что мне вот этот мне нравится, честно сказать. Заходите дальше, чтобы солнце попадало. Вот, у меня еще такой... А вот так вот, я сейчас просто увеличу этот момент, чтобы люди видели, как вы делаете. Скажу, Владислав, вопрос, который меня, в принципе, давно мучил. Давай. Вот насколько, и вообще, есть ли разница, вот насколько толсто срезать вот щиток? То есть, ну, в идеале, чтобы он захватил, получается... Никогда нож на себя не направляйте. Ну это да, это я понимаю. Ну, я скажу так. Вам должно хватать, значит, с почкой древесины миллиметра 2-3 оставаться должно. Чем тоньше, тем лучше. Но есть такой еще момент. Бывает, что диаметры разные. И, например, подвой толстый, а привой тонкий черенок. Вот здесь вот наоборот получается. То есть, от этого надо смотреть еще на диаметры. В идеале подбирать, чтобы прям, ну... Да, чтобы этот, ложился щиток потом на подвой, на побег. И комбиальные слои, чтобы так же в идеале совпадали, да, получается? По комбиальным слоям я сейчас скажу примерно так. Комбиальные, конечно, слои должны совпадать. А вот еще есть, задают вопрос между узлами, значит, где на узлах, и некоторые приводят на узлах. Я сразу скажу, узел, очень твердое вот это место соединения на узле. И тут лучше прививку не делать. А вот между узлами это самое то. Потому что тут 4-5 сантиметров обычно. И проще там сделать прививку, потому что здесь мягче древесина, легче резать. Ну, начинайте, Михаил. Говорим много, а делаем мало. Давайте пробовать. Да, я первую прививку сделаю, как я умею, а тогда уже... И этот, вы делайте, а я просто подкомментирую. Просто показывайте так, чтобы видно было на камеру. Например, черенок вот так вот сейчас будете резать? Вот так вот разворачиваете, чтобы видели. А я уже потом сделаю этот. На себя никогда... Да, да, а я просто на этот. То без пальцев когда-нибудь просто останетесь. Ну, да. Ничего страшного, как сделали, так сделали. Потому что этот... Потом я просто подскажу, как проще сделать, как интереснее сделать. Ну, вот, если честно, мне хочется почему-то вот так вот аккуратно на себя сделать. Или вообще лучше, да, не делать? Так, берегите всегда пальцы. Пальцы дороже всякой прививки. Ну, я смогу, да, аккуратно сделать. Я стараюсь, как оператор, сейчас показывать вам крупно, что делает Михаил. Уже отпустите очеренок. Ага, да. Он вам просто мешает. Он мешает вам. Нож тоже вам уже не нужно. Да, да. Вот я всегда так делаю, чуть надрезик. И именно стараюсь, как такой кармашек, опустить. Да, ну, наверное... Берите изоленту. Да, не прям хорошо тут совпало, конечно. Вот еще вопрос. Вот если, например, ниже узел с почками не надо его... Ничего страшного, закрывайте изоленту. Ниже, внизу вообще не должно оставаться почек. В конечном итоге все равно их ослеплять придется. Сильнее заматывать. Да, вручка. Сам щиток держите, придерживайте, да, верхнюю часть. А изолентой очень-очень... Туго. Туго, да. Хватит уже, можно обрывать или обрезать. Как вам удобнее. А сверху не надо? Я вам покажу, как проще сделать. Оборвите или обрежьте. После вас я прививку сделаю, потому что... Чтобы вы не ошибались. Ну, хорошо. Ну, вот так. Сейчас верхнюю часть изолентой обмотните. Щиток же надо прижать, чтобы древесина у нас эта заработала. Да, почку вставляем. Вы близко сейчас к почке подвели. Чуть выше, да, вот так вот сделайте. Да. Сильно-сильно-сильно прижимайте. Нож вам не нужен уже. Как можно сильнее притягивать изоленту. И все время поддерживайте до одной рукой, да, вот этот подвой. Все, можете уже обрывать. Это достаточно. Или обрезать. Как удобнее. Да, ну, обрезать. На почку, чтобы не попадало. Да, на почку не попадало. Так, вы пользовались когда-то парафилом, нет? Да, у меня есть, кстати. Так, хорошо. Теперь я покажу нашим... Нашим однокрупникам. Какой парафил можно использовать. Сейчас я вам просто в камеру покажу. Вот это у меня парафил. Вот это белый. Вот такой рулон, видите, да? Это уже третий год я буду пользоваться. Это японский парафил. Люди в Москве, в Питере закупают большой партией. И потом потихонечку торгуют. По России, по странам Асангей, Белоруссии. Можно там купить. Это дорогое удовольствие. Сразу говорю, но он самый качественный из тех, которым я пользовался раньше. И вот таким парафилом на сегодняшний день пользуются инжироводы с американского инжирного форма. У них обычно складчина идет. Они большую партию сразу берут. Ну, там, что-то по 50, по 100 берут вот таких рулонов на Амазоне. На Амазоне. У них Амазон. Амазон у нас. Есть вот такой еще питерский парафил. Им тоже можно пользоваться. Я и пользовался, пока не купил вот этот японский. Тоже, в принципе, неплохая лента. Она немножко бывает в продаже и пошире, и поуже. Но так как у меня сейчас японский есть, я вот эту ленту забросил. Она так же работает. Можно она тянется хуже. Вот видите. Вот сейчас я показываю. Вот тянется она хуже. Но страшного в этом ничего. Да не, вроде да. Коммера японская должна это выдержать. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы ничего не отлетело, пока летало. Прошла аварийная ситуация. Камера улетела. Такое бывает. И мы сейчас продолжим. Так, ну, наверное, вы с лентами вопрос выяснили. Сейчас Михаилу дадим вот этот белый рулончик. Этот уберем. И посмотрим, как он закроет почку. Держите. Михаил, сейчас я увеличение сделаю. И просто покажите, что вы... Ну, я всегда использую маленький кусочек, то есть... Сколько? Насколько маленький? Ну, во-первых, он тянется. Я думаю, двух-трех сантиметров тут будет достаточно. Возьмите меньше, два раза. Полтора, да? Да. Полтора где-то. Да, хватит полтора раза глаза. Видите, как он тянется? Ну, да, да. Отрывайте сначала. Вам не понадобится большой кусок. Вот. И... Закрывайте почку. Постарайтесь растянуть сразу в руках. Закрывайте. Она липкая. Хватит, хватит длины. Ага, да, да. Отхватилась, да, и прилипает хорошо. И почка накрытая получается. Вот, смотрите, мы закрыли парафилом эту почку. Всегда закрывать нужно в один слой. Почему? Потому что один слой почка пробьет. Бывает так, что развитие почки идет слабенькая почка. Сама по себе слабенькая. Питательных веществ немного. Если вот два слоя почка просто не пробьет, запреет и погибнет. То есть ваши труды пойдут просто-напросто на смартфон. Ну что, Михаил, вы прививку сделали? Сейчас я сделаю прививку рядом, на веточке. Единственное, что буду работать белой изолентой. Давайте поменяемся местами. Я все настроил. Вы просто смотрите. Ну, задавайте вопросы, если у вас возникнет. Так, я возьму сразу же. Так, так. Изоленту, а? У меня? У меня. Так. Давай, поменяемся. Я пойду. Главное, сейчас не забейся. Опять же камеру. Я поймаю. Все идет в прямом утире. Ничего не переключаем. Солнышко светит. Так. Ну, что, не надо. Так, дальше поехали. Я всегда эту изоленту рядом держу. То есть, я вот так обычно на веточке вешаю ее. И так же парафил. Где-то вот сюда повешу, чтобы все было под рукой. Это запоминайте. Да. Это экономия времени и удобства. Не надо скакать. Так, вы делали щитком. Я тоже сейчас делаю щитком. Беру, в принципе, любой попавшийся щиток. Запоминайте. Видите, я работаю ножом как? От себя, да? От себя. И вот сейчас я, смотрите, что делаю. Видите, я косой зарез делаю. Теперь я беру. Ничего страшного. Вот эта вершинка нам уже не понадобится. Она уже здесь слабенькая. Хотя почка тут еще одна есть. У нас новая почка. Мы проигнорируем. И сейчас, смотрите, можно опять же. Видите, я от себя. Тут обрезан. От себя режу. Вот так вот. Узел проходить. Узел проходить. Вот такими качающими движениями лучше. Почему? Потому что вы можете контролировать, сколько получится в конечном итоге у вас. Толщина вот этого щитка. И вот смотрите, какая толщина была у вас щитка и какая сейчас выйдет у меня. Видите, нет? Ну да. Эйл. Да. Это вот сюда рядышком ставим. Вот смотрите. Камера сюда у нас смотрит. Вот такая, вот такой щитка. Видите, он практически по ширине. Везде одинаковый. Что в этой части, что здесь. Правильно? Да, да, да. Смотрите дальше. Не задевая пальцами вот эту часть. Вот эту часть не задевая пальцами. Я прикладываю вот сюда. И делаю отметочку. То есть вот такой величины, вот такой величины, как длина щитка. Так вот сейчас я покажу. Вот так. Да, да. Я отметочку сделал ножом. И вот смотрите, у меня длина щитка совпадет с площадью открытого места, которое я сделаю сейчас на подвое. Вот так лучше всего срезать под косую. Под косым углом. Лучше под 45 градусов нож идет. Сразу заранее извиняюсь перед нашими пользователями за шум. Трасса рядом. Соседи активные, потому что тепло на улице. Сейчас вот я просто подчищаю. Подчищаю. Стараюсь, чтобы комбиальные слои у нас сохвали. Ну, в принципе, уже практически всего добился. Некоторые задают вопрос по тому, что бывает молочко. Некоторые поздно прививаете. Апрель, май. И молочко брызгует. Выход простой. Берете обыкновенную воду, вручной поливизатор и на это место, где выделяется молочко, сбрызгиваете. Все. Больше ничего не делать. Владислав, а сразу вопрос такой возник. Вот самое оптимальное время для прививок. Какое? Кому как удобно. Многие стараются прививать поздно. Некоторые осенью. Но инжир осенью, например, я пытался прививать, как и урмо. Там результаты в три раза хуже. То есть выход получившихся прививок рабочих, которые будут в конечном итоге вырастут, дадут побеги, прирост. вот видите, я сейчас вниз зафиксировал. Сейчас буду вверх фиксировать. Прижимаем изоленту плотно. Некоторые не рабочие, не клеевой стороной обматывают. Это кому как удобно. Даже как и с ножами. Сейчас вот я вам покажу. Некоторые мне товарищи писали раньше. Но сейчас я закончу прививку. Осталось уже чуть-чуть. Вот я беру парафилма. Немножечко. Кусочек буквально. И мне нужно закрыть почку. Вот таким движением я закрываю в один слой почку. И парафилм он залипает на парафилмовой основе. Вот такая почка у нас прививка получилась. Сейчас мы перейдем. А, мы не перейдем. Мы сейчас попросим Михаила сделать прививку вот это у нас уже сегодня я срезал черенок с утра. Это бас-фаворита. Здесь вот такой нестандартный получается черенок. И посмотрим как Михаил выйдет из положения. И как он эту прививку сделает. Я вам просто посоветую какую прививку каким способом сделать. Но попросим сделать его. Держи Михаил изолента твоя полосатая. Так держи вот сейчас я уйду две передам. Так вот отчет черенок руки тебе нож. Нож отсюда зайти сверху а я перейду к камере. Все давай определяйся как вот можно помимо щитка какую прививку и где сделать. как считаешь тебя в руках учат я вообще делал либо щитком либо полировка бывает улучшенная но наверное ее и сделаю а на какой тогда будешь прививать ну мне вот этот нравится так давай на него хорош мне даже вот этот нравится вот там лучше видно будет давайте камеру приведу и увеличу только это чтобы оставался так вот солнце чтобы видно было чтобы тень не попадала вот так шикарно получается по размерам вот этот беспорядок который вы видите пакетики ножницы это нормальный рабочий беспорядок мне вообще не обращайте внимания он вас не должен волновать как садовода потому что это все потом приберется ничего бывает что давай подожди я попробую вот с этого стоп стоп ты уже практически и так все сделал вот давайте я сразу скажу что материал не расходовался смотри я буду делать чтобы люди тоже видел его смотри ты уже пластанул да выход из положения вот здесь такой смотри вот так вот он нормальный остался и себе еще осталось сделать вот такое движение вот такое видишь грубо говоря уйти на налью близко самым тонким моментом пожалуйста вот тебя в руках руками никакой это не трогает держи ты можешь просто положить вот сюда даже временно но опять же чтоб солнце не светило я бы придержу в руках а удобнее будет резать безук но ты не замерил длину лучше замерить когда вот прикладываешь то есть ничего страшного нет да в этом нет ты же на древесину не руками берешь старайся быстрее делать пометочку ставь и убирай это тонкий не нужен вот смотри получается подскажу положи все-таки положи одной рукой режь а второй просто поддерживай у тебя не будет играть древесина и легче будет срезать не бойся не бойся хватит уже тоненько ну смотри хватит считаешь хватит все смотри комбиально если слои совпадают смотри здесь еще я тебе подсказочку чтобы легче было потом заматывать и приматывать вот этот смотри в этом месте угол делай еще круче а понял острый более острый можно ножницами можно ножом делать вот такой видишь потом легче будет заматывать все прикладывай изолента у тебя вон под руками всегда на изоленте оставляй хвостик полсантиметра чтобы на тебя было вот это время это просто чтобы не терять вот на это все всегда оставляй хвостик а это как называется такая прививка простая кополировка простая кополировка сохраняет живыми пальцы целыми потому что сезон прививок например отработ весенних саду длинный а вы как говорится увлекшись к примеру улучшенной кополировкой повредили себе пальцы значит вы себя вывели из строя как минимум выше понимай этот раньше начинай прижимай и выше этот круче да круче делай вот так вот давай давай заматывай чтобы просто закрыто было но круче чем меньше слоев тем лучше срезанный острый конец тоже закрывается изолентой все обратную сторону и уже можно все заканчивать много изоленты тоже нехорошо ну вот видите Михаил сделал вторую прививку простой кополировкой так многие начинают пинжироводы с прививки в расщеп вы берите сейчас этот же черенок и можете сделать можно сразу вопрос парафил вам надо вот эту верхнюю часть смысл нет весны но если в домашних условиях делаете где сухой там парафилом лучше покрыть это можно уже оставлять почему потому что сейчас весна особенно в нашем климате вот здесь на побережье пасмурные дождливые дни они не высушат этот черенок привитый и тут как говорится все нормально черенков многие наши читатели которые впервые будут и пользователи нашей группы смотреть это видео они вообще прививать не умеют вот я вас попрошу сделать прививку в расщеп знаете как в расщеп я знаю но я честно сказать даже ее никогда не делал а вы попробуйте это же не сложно просто сейчас нож не закрывайте никогда просто открытый держите это все вам экономит время просто веточку сейчас выберите какую вам подойдет лучше для расщепа ну мне кажется вот эту либо поменьше возьмите меньше мне кажется надо поменьше взять лучше всего знаете какую возьмите во первых сориентируйтесь что здесь будете брать для прививки вам понадобится ну мне кажется эту верхушку можно верхушку а вот здесь можно еще знаете как сделать давайте я вам покажу так у нас где наведено вот это вы пустите на да и уже будете строгать потом изоленты это все закроется а этот у нас будет рабочий как говорится побег привитый и все начинайте работать ножом вращепка получается строгайте на конус обе и двух сторон как вам удобно держите лучше от себя опять же строгайте вы нужно много вы вынесли ножа сделайте его короче да вот так и проще будет вот для этих дел можно взять как говорится и другой нож я обговорился про нож что ножи бывают хорошие вот михаил пока строгает я вам покажу фирменный нож для прививок вот он felco итальянская фирма он у меня есть но я вам честно скажу я им практически не пользуюсь мне хватает вот те канцелярских ножей а причина простая я человек по себе сам по себе по природе ленивый мне ножи лень точить вот и все и мне канцелярские ножи вполне для работы сойдут вопрос достаточно потому что я бы сделал как говорится этот более длинный да почему потому что вы поймете когда я будете разрезать площадь соприкосновения увеличиваться когда более длинный этот конус получается в принципе наверное достаточно да и давайте ищите куда по диаметру подойдет где будете разрезать сразу этот подберите да потом уберите из рук по двой какой хотите где зарезать пожалуйста давайте делаешь вопрос и на виду вот михаил выбрал вот этот у нас да вот побег я на ведь навел и он сейчас будет посередине разряд посередине же разрезает разрезайте 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 а по длине примерно как конус чуть 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 подлиннее чтобы завести его можно было достаточно руками не закрывайте постарайтесь чтобы камеру попадали ваши действия а вот так ничего страшного нет ничего страшного на место ставьте со совмещайте с одной стороны чтоб камби совпал с какой вам удобно где ближе глазам там и совмещайте с другой стороны даже ничего страшного не будет берите изоленту как можно скорее все эти операции делайте у вас опять изолента залипла запоминайте свои ошибки это я говорю и вам наши уважаемые однокрупники пользователи скорость великое дело в прививках особенно таких как фурма а зимина там торопиться на там древесина окисляется мгновенно здесь вот немножко с инжиром полегче хотя у нас есть в россии гуру инжирный который считается гуру он даже пост размещал кому интересно будет я размещу этот его цитату что инжир якобы прививается паршиво инжир прививается не паршиво а шикарно просто раньше никто его не прививал этого то я могу вам сказать стопроцентной уверенности вот видите михаил уже закончил пока я как говорится вас развлекал он прививочку сделал знаете что нам покажите возьмите парафилм и закройте этот черенок чтобы люди которые будут дома прививки делать видели возьмите сколько считаете нужным парафилма и закройте вот эту верхнюю часть ну да подвой привой при это чай его полностью лучше закрыть ну полностью закройте просто хочу посмотреть как вы это сделаете и все мне кажется можно вот так тоненький расположить ленточку 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 отрывайте всегда заранее сколько нужно столько отрывайте вам рулон не будет мешать в руках работать с ленточкой работать гораздо легче начинайте снизу я хотел так нет оборот просто тяните и и сделайте первое кольцо да да захват и вот так вот наискосок тяните растягивайте она растягивается великолепно у вас смотрите где ошибка идет она начала сужаться она ширина должна оставаться полностью вот так вот руками следите за руками чтобы она по полной ширине заматывалась ничего отлично все вышло все великолепно ну что у нас какие еще могут быть прививки в расщеп мы сделали показали щитком приклад и простой копулировкой я считаю все шикарно кто-то еще может какими-то другими прививками оперировать там или пользоваться это опять же на ваше усмотрение ради бога хотите как говорится на мусор не обращайте внимание это соседский мутор это не мой это я не нашел на свой участок были дожди сильные и видимо сверху откуда-то принесло так что мы сейчас перейдем на другой а мы наверное не будем переходить на другой кустик мы уже посмотрели все и михаил в принципе все это увидел я сейчас покажу как делаю эту полировку сам сейчас выберу себе черенок черенок ну вот наверное я вот самый ближний и сделаю вот побег есть у нас чтобы видно было хорошо так вот на этот побег я сейчас сделаю тоже прививочку простой полировкой и буду я делать так что у нас осталось так 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 как у меня сейчас для моих дел ага вот здесь почка есть сейчас я покажу вот так вот смотрите я сейчас обрежу вот такой черенок буду коротенький прививать вот он видите как короткий здесь я тоже сейчас вот так вот сделаю чтобы лишнее у нас не подсыхало ничего вот здесь остается почка сейчас я вам покажу здесь раз почка и вторая почка так вот здесь тоже можно чуть-чуть убрать лишнее так вот сейчас уберем потому что там закрывается изолентой и вот этот кусочек уже можно так толстый сюда будет я сюда буду делать сейчас я камер перестрою переведу настрой на этот побег так 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 ага вот он сейчас зафиксируем и делаем прививочку так сначала я буду готовлю сначала подвой подвойный черенок вот так вот я его строгаю должно быть вам видно там увеличение хорошо сделано и обязательно надо сойти когда вы строгаете на нет то есть на ноль в противоположную сторону прийти надо как говорится старайтесь строгать так чтобы обрезку делать строгать как он какой вам термин больше нравится теперь я замеряю по длине вот таким образом и опять же на себя ну вот видите рук то у меня нету я могу на себя и голова то у меня тоже стороне так вот я могу уже срезку делать то есть я не боюсь что у меня нож там летает где-то в стороне вверху ничего страшного нет тут я себя не задеваю это не опасно а вот когда на пальцы направляется нож это вы можете в такую себе рану нанести что вместо того чтобы работать в саду побежите в поликлинику в травматологию так ну что ж где моя белая изолента а у меня в кармане вот смотрите получилось что с вашей стороны не видно но почему я делал с этой потому что мне удобнее сейчас я просто приложу и начну так вот у меня оба с обоих сторон комбиальные слои сошлись это хорошо чем больше прилегают комбиальные слои с обоих сторон тем выше шанс этой прививки прижиться и старайтесь плотно наматывать эту изоленту прижим хороший будет сейчас просто увидите сколько останется здесь не замотано и закрыто так ну наверно хватит но что остальное я закрою сейчас здесь парафилмом потому что здесь у меня 32 открытых участка получилось так я не режу вишках пальцами опять же все ускорению беру парафилма здесь вот небольшой кусочек нужен я беру два с половиной на три сантиметра вот так вот делаем закрыли срез закрыли одну почку закрыли вторую почку и закрыли верхний срез вот таким манером у нас закрылся весь подвой я думаю достаточно показал по времени сами видите насколько быстрее все делается с опытом нет тут смотрите вот изоленты видите вот он хвостик всегда уже не надо его искать то есть я времени не теряю вот на это парафилм нам дает сумасшедшую как говорится эффективность плане прививок почему потому что я в свое время делал сравнительный анализ без парафилма делал привки с парафилом на хурме ну два раза вы больше привек получается чем чем без парафилма ну на этом мы остановимся сейчас просто вам ниже спустимся покажу как уже прививки были у нас сделаны ранее видео длинное видимо его разобью на пару частей